Добрый день, меня зовут Вадим Носкаленко и давайте вместе подведем итоги уходящей недели и сразу к некоторым темам. Почему все еще важно делать прививку на примере Красногвардейского района, кабинет головной боли в краевой больнице Ставрополя, что это значит и как решить проблему неухоженных дворов в городах края. Это, если совсем коротко, сейчас полный анонс выпуска. Детский сад, школа, укрепление берегов. Губернатор края отправился в Буденновский и Новосильевский округа. Как сделать прививку в Красногвардейском районе? Покажем и расскажем. Можно ли возместить ущерб, если сгорели электроприборы? Разберемся на примере. Праздник для тех, кто делает праздник. Театр кукол показал закулисье в день работника культуры. Здесь все на тоненького. Чемпионат края по бильярду прошел в Ставрополе. Под занавес недели губернатор края отправился в Буденновский и Новосильевский округа. Программа насыщенная. Детские сады, школы, больницы. Всеважные детали в репортажи Никита Шишкова. Первая точка рабочей поездки в селе Просковея. Здесь сейчас идет большая стройка. На месте пока еще котлова. На летом 22-го должна появиться новая школа. Благодаря нас проекту образования там будут современные классы, учебно-опытная зона, медблок, собственная библиотека. Не забыли и про физкультурные объекты. Два спортивных зала. По проекту первоначально было три. Соответственно, приняли решение, проектировщики нас поддержали. Вместо одного спортивного зала будет бассейн. Поэтому будет большой зал, маленький зал. Вместе со школой губернатор поручил проработать строительство Центра опережающего образования «Точка роста» и модельные библиотеки. А для воспитанников помладше уже завершают новый детсад в селе Покойном. Он рассчитан на 90 детей и будет сдан уже этим летом. Мы хотим, чтобы от детского садика и до детского садика был хороший тротуар. Была хорошая школа, была хорошая медицина и было хорошее обустройство наших населенных пунктов. Что касается здравоохранения, то здесь пандемия коронавируса подтолкнула к дальнейшему развитию. Заканчивается реконструкция инфекционного корпуса районной больницы. Буквально идут последние работы. Здесь обновили фасад, сделали ремонт в помещениях, закупили современное оборудование. Будут современные изолированные боксы для больных. И все это должно заработать уже в апреле. Прирастет Буденовская зонами отдыха. На озере Буйвола идет берега укрепления, чтобы вскоре разбить здесь набережную и новое общественное пространство. Никита Шишков и Иван Шаталов. Ставропольское телевидение. Одним из самых эффективных способов защиты от коронавируса по-прежнему остается вакцинация. И с каждым днем больше людей решаются пройти процедуру. При этом даже жители отдаленных территорий могут привиться без ограничений. Наша съемочная группа в этом тоже убедилась. В Доме культуры Силаново-Михайловского собрался полный зал местных жителей. Медики рассказали о вакцине от коронавируса. Из каких компонентов она состоит? Как влияет на организм? Какие могут быть противопоказания? У людей было много вопросов. Как только началась масштабная вакцинация, мы столкнулись с тем, что многие пациенты опасаются переставить прививку. И поэтому мы решили проводить беседы для начала, чтобы люди понимали. Потому как многие не знают. Действительно, и отсюда появляются вот эти вот все фейковые рассуждения. Дополнительно волонтеры раздали людям памятки о вакцине. Вы хотите вакцинироваться? Мы можем сегодня вас осмотреть и вакцинировать. Мы привезли сегодня вакцину. Мы можем это все сегодня сделать. Вы осмотрите меня? Конечно. После лекции в Доме культуры многие жители поселка сочли, что вакцинация будет для них полезной. И они сразу отправились во врачебную амбулаторию. Раз в неделю в поселок приезжает терапевт. И как раз сегодня день очередного приема. Захотела привиться и Валентина Андреевна. Женщине почти 80 лет. Живет одна. Есть небольшое хозяйство и помогать некому. Рассчитывать приходится только на себя. Болеть некогда. Итак, осмотр терапевта позади. Можно и в процедурный. Ну как ваши ощущения? Нормальные. Ну все комфортно, ничего не беспокоит. Посмотрим, поживем, увидим. Всего в Красногвардейском округе привились уже почти 2000 человек. И желающих записаться на процедуру все больше. В округе развернуто 5 медпунктов, где можно вакцинироваться. В случае необходимости организовывают дополнительные бригады. Кстати, по населенным пунктам округа продолжает курсировать передвижной флюорограф. Не мешает даже прохладная погода. Желающих проверить легкие немало. Ведь защита здоровья в наших руках. Екатерина Сегида, Олег Байкулов, Ставропольское телевидение. И, кстати, в селе Красногвардейском обновят полувековую районную поликлинику. Реконструкцию проведут благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения. В помещениях уже стартовал ремонт. Там оборудуют терапевтическое, хирургическое и административное отделения. Кроме того, установят подъемник для маломобильных граждан. Работы планируют завершить к осени. На преобразование поликлиники выделили более 46 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. Приведут в порядок и другие медучреждения в округе. Программа рассчитана на 5 лет. В 2022 году у нас будет капитальный ремонт ФАПа в селе Покровском. Участковые больницы, врачебная амбулатория будет ремонтироваться у нас в селе Преградном и село Дмитриевское. На 2023 год у нас будет строиться два фельдшерско-кушерских пункта. Это поселок Радыки и Медвежинский. И будет строиться врачебная амбулатория в селе Привольном. Ну, как вы догадались, о медицине у нас сегодня будет много полезной информации. Что вы обычно делаете, когда у вас болит голова? Большинство ответит – пьют таблетку. Но если такие боли возникают регулярно, стоит обратиться к врачу. Ведь причин недуга специалисты насчитывают свыше 300. Разобраться в этом помогут в Ставропольской краевой больнице. Ярослав Лапин пообщался с медиками. Различные внешние факторы порой могут негативно сказываться на самочувствии человека. От погоды, от света, от шума, да буквально от всего у человека может разболеться голова. На единичный случай, наверное, можно и не обращать внимания. Достаточно принять всего лишь одну таблетку. Но если голова болит постоянно, нужна помощь специалиста. Хуже самой головной боли может быть только количество ее видов. Существует свыше 300 причин, которые вызывают раздражение в одной из главных частей тела. Боли делятся на две категории – первичные и вторичные. То есть первичные – это признаны, как, например, мигрень – это заболевание головного мозга, генетически обусловленное, которое передается по наследству. Есть вторичные головные боли. Они могут быть вызваны опухолями, инфекциями и другими заболеваниями. Обе категории опасны для человека. С такими проблемами нужно обязательно обращаться к специалисту. Но неправильно просто прийти к врачу и сказать, что болит голова. На то есть всегда причины, и если следить за своим самочувствием, то можно выяснить, что именно вызвало такой дискомфорт. Для этого создали даже специальный дневник головной боли. За три месяца, когда пациент ведет дневник, мы выявляем закономерности. То есть все-таки, что с вами происходит, да, у кого-то это сонливость, апатия, раздражительность, отечность. То есть какие-то признаки, и пациент уже говорит, о, Анна Петровна, я знаю, вот у меня вот это, вот это, значит, у меня через пять часов будет приступ. Я решил узнать, что же из себя представляет на самом деле дневник головной боли, и оказалось, что это вот такое очень удобное приспособление, в котором есть понятная инструкция, и вот такой бланк заполнения, который расчерчен на две недели. В нем содержится 15 вопросов, касающихся вашего самочувствия. Например, о том, когда началась головная боль, когда она закончилась, принимали ли вы какие-нибудь лекарства, и были ли еще какие-нибудь симптомы. Использовав несколько таких бланков, вы сможете на протяжении длительного времени следить за своим самочувствием. Такой учет помогает врачу разобраться с диагнозом и соответствующим лечением, а также позволяет и самому больному не допускать приступов. Все это происходит в особом кабинете, где врач разбирает со своими пациентами симптомы, обеспечивает требуемое лечение и дает рекомендации. Нам продемонстрировали лечение абузусной головной боли, которая возникает в результате передозировки лекарственными препаратами. Мы с вами посчитали под дневничку головной боли, которую вы очень прилежно вели в течение трех месяцев. И среднее у нас количество получилось препаратов в месяц, где-то 150. В связи с чем мы решили провести пациентке детоксикационную терапию. То есть мы отмываем от избыточного приема лекарственных препаратов. Врачи рекомендуют людям с частыми головными болями не пытаться гасить их большим количеством анальгетиков, а стараться использованием дневника и специалисты найти причину и попытаться искоренить. Ставропольские врачи в этом всегда готовы помочь. Ярослав Лапин и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Ну а теперь о медицине, которая напрямую зависит от каждого из нас. С просьбой о помощи в редакцию новостей обратилась мама маленького Глеба из Ставрополя. Мальчик родился раньше срока, поэтому с самого первого дня борется за здоровую и полноценную жизнь. Сейчас Глебу почти три года и он надеется только на вас. Непростую историю расскажет Виктория Шкальная. Пение – любимое занятие маленького Глеба. А еще он считает до десяти и повторяет звуки из любимой говорящей азбуки. Вот только увидеть яркие буквы и дойти до них самостоятельно в свои два года и восемь месяцев Глеб не может. С самого рождения малыш борется за здоровую и полноценную жизнь. Глеб родился на 26-й неделе беременности, вес 900 грамм, 30 сантиметров. Мы месяца полтора были в реанимации, потом Глебу поставили диагноз ретинопатия недоношенных. Это тяжелое заболевание глаз Глебу поставили, когда он еще лежал в кувезе для недоношенных детей. Тогда малыш почти не набирал веса и у него не получалось дышать самостоятельно. Врачи отправили семью на операцию. Спустя 10 хирургических вмешательств стало понятно – малыш не сможет видеть. Один глаз у него полностью не видит, а второй глазик у него просто светоощущение. И все. Поэтому и вот в квартире он также ориентируется, вот видит там окно, дверные проемы, то, что оттуда свет светит. И как бы он вот так вот ориентируется. После года постоянных разъездов по клиникам семью ждала еще одна страшная новость. Глебу диагностировали детский церебральный паралич. И снова череда больниц и обследований. В два года малыш только начинал неуверенно ползать. Но постоянные процедуры помогают активному и любознательному ребенку. Мальчик уже может ходить, когда есть опора. Он за руки, вот когда я его держу, он ходит намного хуже. Он сам и вот становится, допустим, около дивана или уже по стеночке он начал ходить. Вот тогда он лучше ходит. Но все равно он ножки как бы вот так вот погибает. Сейчас Глебу снова необходимо лечение, которое поможет малышу самостоятельно дойти до любимой игрушки. Для реабилитации нужна сумма 160 тысяч рублей. Деньги для семьи неподъемные. Однако помочь мальчику может каждый из нас. У нас на эту реабилитацию большие надежды, то что хоть как-нибудь, чтобы он пошел. Не знаю, может там с ходунками еще как-нибудь. Вы можете перевести средства по номеру телефона, который сейчас видите на экране. Виктория Шкальная, Олег Байкулов, Ставропольское телевидение. Это только половина нашего эфира и вот что вы увидите далее. Можно ли возместить ущерб, если сгорели электроприборы? Разберемся на примере. Праздник для тех, кто делает праздник. Театр кукол показал за кулиси в День работника культуры. Здесь все на Тоненького. Чемпионат края по бильярду прошел в Ставрополь. Продолжаем выпуск. В Ставрополе мужчина обратился в суд после того, как лишился почти всех электроприборов в доме. Он уверяет, причина – скачок напряжения. Можно ли получить компенсацию и сложно ли поменять управляющую компанию? Насколько вообще коммунальщики добросовестно выполняют свою работу? Никита Шишков взглянул на проблему шире. Плохо, если коммунальные вопросы приходится решать под аккомпанемент судейского молотка. Но иногда истории с услугами и тарифами такие запутанные, что компромисс способны найти только юристы. В такую ситуацию попал Ставрополец Георгий Межиковский. В прошлом году в электросети скакнуло напряжение. В итоге почти вся техника в доме отправилась на свалку. За исключением холодильника, телевизора и чайника у меня практически все сгорело. Сам ремонт обошелся, по-моему, в 62,5 тысячи. И сопутствующие расходы, которые… То есть экспертиза, адвокат, ну в общем, там получилось немножко больше 100 тысяч. Кто должен возместить ущерб – управляющая компания или ресурсники – теперь предстоит решить суду. В любом случае, предъявить претензии за некачественные коммунальные услуги и добиваться компенсации – абсолютно законное право. Под эту категорию попадают перепады напряжения, протечки в общем трубопроводе и кровли. И даже плохая уборка снега во дворе. Для фиксации факта некачественного предоставления услуги необходимо обратиться к исполнителю услуги в аварийно-диспетчерскую службу его, либо иную службу, указанную в договоре управления. Если вы хотите согласовать время и дату проведения контрольных проверок качества предоставления услуг, по результатам которой составляется акт, данный акт может служить основанием для перерасчета размера платы в случае некачественного предоставления коммунальной услуги. Ну а если замечания надзорных органов и скандалы на стиль работы управляющей компании никак не влияют, можете попробовать сменить обслуживающую домоорганизацию. Для этого, правда, придется устроить собрание жильцов и набрать больше половины голосов всех собственников. В такой ситуации, кстати, не так давно оказались жители многоэтажки на улице Буйнакского в Ставрополе. Дому меньше 10 лет, но его состояние владельцев квартир давно не устраивало. Правда, перейти к другой управляющей удалось только через судебные тяжбы. Давление не так настроено. Не тот режим, который был, должен быть, там есть и зимний, летний период. У нас все стояло на зиму. То есть, естественно, повышенность потребления гигакалорий получает. Также, который идет в ГВС. То есть мы переплачиваем. Все равно человек не проконтролировал их. Ну а если в вашем доме от некачественных услуг пострадали сразу несколько квартир, то доказать вину коммунальщиков сообща будет проще. Делать что-то совместно с соседями вообще всегда лучше, чем поодиночке. Будь это ремонт или благоустройство двора. Так что наладить контакты с ближними никогда не будет лишним. Начать можно хотя бы с одной лестничной клетки. Никита Шишков, Герман Кудеяров, Юрий Краниенко и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Тему следующего сюжета нам подсказали наши зрители. Их двор в Ставрополе среди многоэтажек. Настоящая точка притяжения для всех окрестных кварталов. В теплое время года там собираются и дети, и взрослые. Но где искать возможности, чтобы благоустроить территорию и наполнить ее новыми смыслами? Смотрим репортаж моих коллег. Пересечение улиц 45-я параллели и 50 лет в ЛКСМ. Спальный район. Подобный двор вы точно видели хотя бы раз. Но конкретно этот как-то сам собой стал местом общего сбора для всего микрорайона. По словам жителей, как только потеплеет, площадь между девятиэтажками наполнится жизнью. Ну у нас же здесь человек 50 летом собирается. И дети, и подростки. А взрослые каждое утро здесь занимаются. Потому что, ну, сами знаете, спорт это жизнь. Но самое главное, что вы не против, что здесь такая точка притяжения, чтобы она здесь и была. Пусть она будет. Пусть она будет. Где-то все равно молодежи надо быть. Но ресурс двора явно начинает себя исчерпывать. Качели и горки ветшают, а вместо футбольной площадки есть только неухоженное поле. Здесь получается так, что идешь, разровнять надо. Вот такие ухабы. Дети с горки катятся, они, естественно, и ноги могут поломать, и все, что угодно. Это, кстати, проблема многих российских дворов. Между домами может быть большая территория, но по сути это пустырь. Неблагоустроенный и без какого-либо сценария. Как здесь можно провести время. А зимой это все еще превращается в грязевое поле из-за открытого грунта. Обычно в таком дворе есть какая-нибудь детская площадка, а вот взрослым здесь заняться решительно нечем. Хотя хороший двор – это потенциально зона комфорта для жителя любого возраста. Здесь могут быть мангальные, беседки, просто лавочки, скамейки, где можно присесть и почитать книгу. Но, к сожалению, так не происходит. Чтобы прояснить ситуацию конкретно по этому двору, навстречу мы пригласили представителя районной администрации. Земельные участки сформированы под многоквартирными домами. Земля не муниципальная. Использование бюджетных средств – это не целевое использование будет сюда. Ну, то есть, а есть варианты, допустим, программы какие-нибудь? Которые, по-моему, на сегодняшний день существуют. Они подразумевают такое благоустройство муниципальных земельных участков. Здесь люди должны с учредствующей компании и совместные с жителями. То есть за собственность в ответе только сами жильцы. И тут либо передавать землю городу, либо пытаться найти варианты благоустройства с соседями. Еще можно поискать спонсора. Им, кстати, может стать бизнес, который арендует в доме первые этажи. Это, например, кафе или магазины. А за комфортные и удобные дворы Никита Шишков и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение. На этой неделе по всей стране отметили День работника культуры. Профессиональный праздник музыкантов, театралов, хореографов, работников кино и нас, телевизионщиков. Наша съемочная группа отправилась в Театр кукол. О секретах сказочного закулисия и творческих буднях сюжет моих коллег. Сейчас в коридоре театра кукол шумно. Актеры примеряют костюмы и ищут общий язык с новыми персонажами. Несмотря на профессиональный праздник, работа у деятелей культуры кипит. И у руля всего этого творческого процесса стоит режиссер-постановщик. Это как ехать на велосипеде, который горит, и все вокруг горит. Это сам горишь. Но на самом деле, конечно, я работал актером долгое время в Екатеринбурге. В какой-то момент понял, что мне больше нравится придумывать самому, чем играть. Поэтому потихонечку перешел к режиссуру. Придумывать свои миры, придумывать свои истории. Это замечательно. И главное, что этим можно заниматься где угодно. А куклы так ему послушны. Да, речь о тех, в чьих руках буквально оживает сказка. Это актеры. Светлана Ильядис на сцене театра провела больше 40 лет. Сотни спектаклей и ежедневные репетиции. Но играть в куклы, говорит, не устанет никогда. Заучивать текст – это один из десятков того, что оно должен уметь. Актер – это то, что просто материализованно, так скажем. Есть еще какие-то нематериализованные вещи. Умение владеть своим телом, своим голосом. Элементарно слышать музыку, уметь петь. Ну и потом работа с текстом, она тоже подразумевает много этапов. То есть мало просто произносить грамотно этот текст. Надо еще в этом тексте увидеть, какое действие, чем мы воздействуем на зрителя посредством этого текста. А это комната-кладесь культурного наследия театра. У каждой куклы и каждого костюма здесь своя история. Несмотря на творческую суету вокруг, здесь всегда идеальный порядок. Речь идет о костюмерной. Это вот кукла из «Золотого петушка». Это режиссер Мохов у нас был. По Пушкину ставили спектакль. Вот это планшетная кукла. Она вот на руку не надевается. Она здесь берется и работает вот так. Она стоит на столе или на подставочке какой-нибудь. И работает или один, или два актера. Костюмы артистов, это вот делают, в основном у нас делается два состава. И вот у нас тут все подписано. Вот у нас дюймовочка костюма висят. Вот четыре костюма, два состава. Дальше у нас айсенок и пугало. Вот тоже два состава у нас висит. Ну и то, ради чего актеры, режиссеры, художники и костюмеры трудятся не покладая рук. Сцена, где происходит долгожданная встреча со зрителями. Работать в театре кукол, это как будто жить в сказке. Люди здесь буквально приложили руку к созданию чуда. Вот, например, лежит кукла. Это просто сшитые лоскутки ткани. Но стоит ее взять, и это уже персонаж со своей историей и судьбой. Люди, которые работают в культуре, это самые счастливые люди на свете. Объясню почему. У нас никогда не возникает вопроса о смысле жизни. Мы вот точно знаем, ради чего мы живем. Мы несем счастье и радость людям. А вот в этих стенах еще больше счастья, потому что мы несем радость детям. Их цель – хранить и создавать культуру. Творить на сцене и нести радость людям. Всех творческих, одаренных и вдохновленных поздравляют с праздником Виктория Шкальная, Юрий Корниенко, Ставропольское телевидение. Неординарное творческое мышление, хорошее зрение, мышечная память и постоянная концентрация. Все эти качества применяются в одном виде спорта. На выходных Ставрополь принял чемпионат края по бильярду. Наша съемочная группа, а именно Герман Кудьяров, узнал, как орудует Кием настоящий профессионал. Яркой игры, красивых побед, высоких достижений, бодрости духа и отличного настроения. У меня в руках кубок чемпионата Ставропольского края по бильярду. За него будут бороться мужчины и женщины, спортсмены, которые займут второе и третье место, получат другие награды. Это медали и грамоты. За наградами приехали 37 спортсменов из разных городов и сел края. Участники поделились на две категории – мужчины и женщины. Уровень подготовки разный. Кто-то дебютировал, а у кого-то уже есть определенный опыт. Однако даже именитые спортсмены были уверены, что турнир пройдет без легкой прогулки. Выиграть практически может любой, потому что дистанция не слишком длинная. И соперники достаточно серьезные, все подготовленные, мастера спорта. Поэтому силы у всех равны, это соревнования. Поэтому сразу ничего не предугадать, посмотрим, как покажет игра. В России бильярд считается традиционным видом спорта. Ставрополь – один из его прародителей. Первый чемпионат страны прошел в Кисловодске в 91-м году. Выиграла его сборная нашего региона. Сейчас бильярды спорта Ставрополя продолжают развиваться. Уже в этом году край примет чемпионат ЮФО и СКФО. Победители и призеры отправятся на чемпионат России. Впервые проводится в России такой формат двух федеральных округов. Мужчины и женщины. И планируется порядка, я думаю, 200 человек на мероприятии. Мы делаем его совместно с Федерацией бильярдного спорта России и Федерацией бильярдного спорта Ставропольского края. Организовать нынешний турнир Краевой Федерации бильярдного спорта помог «Газпром Трансгаз Ставрополь» – генеральный спонсор чемпионата. Среди мужчин первое место занял представитель краевой столицы Дмитрий Юртаев. Алена Копнина из «Надежды» оправдала «Надежды» в женских соревнованиях. Теперь бильярдисты отправятся на чемпионат России в Сургут. По серебру и бронзе у мужчин и у женщин завоевали спортсмены из Ставрополя. А наблюдали за крупным турниром Герман Кудьяров и Александр Колодко. Ставропольское телевидение. Такой запомнится эта неделя. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok